Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли тебе чай взять печеньки и готовиться к лучшему времени при порождении за день. А мы с тобой, не знаю, как опять здесь оказались, но как-то мы здесь с тобой и оказались, короче. Какие-то у нас тут Дракулы, что-то другое. Соответственно, что? Я после последнего раза, после последней калии зов тьмы был крайне раздосадован, крайне разгневан, крайне опечален вообще всем происходящим, потому что на айпаде у Ани не записалась половина серии, поэтому эти половины серии пришлось сводить звук, пришлось сводить картинку, пришлось сводить всё, что можно было свести, чтобы всё выглядело адекватно. И это всё заняло у меня 4 часа, поэтому, конечно, я был крайне зол и крайне в депрессию. Я впал в депрессию, вот, поэтому я и сказал, больше не будем записывать, пока ты не сделаешь всё нормально, чтобы я это не монтировал. Если это надо будет монтировать, монтировать будешь сама, потому что я это терпеть больше не собираюсь. Вот, и оказались мы тут, мы теперь записываем с мака. Не знаю, как запишется с мака, картинка тут подальше, вы обрезать это всё придётся, монтировать это придётся, главное, чтобы не 4 часа. Я могу сделать на полный экран, если надо. Ну, а мы это будем вот это вот видеть, потому что... Нет, вот лишь не видим, поэтому надо, чтобы это видели. Короче... Как летать взад? Короче, вот у нас... У нас здесь... Что? У нас здесь Дракула, вот, надо понимать. Новая какая-то серия игры, опять-таки клуба романтики, про Дракулу, про любовь, про морковь, вот это вот всё. Так как ты думаешь, о чём будет история? Подожди. Пока. Вот, если здесь... Я очень хочу... Он такой растражённый, просто вы посмотрите на него, он не хочет играть. Я очень хочу, чтобы у нас получилось, возможно, в будущем, вывести игру как-нибудь всё-таки на компьютер. Вот. Помимо всего этого, я говорю Ане, я говорю, давай я всё-таки сделаю с голосами, чтобы были у нас разные голоса, чтобы всё было вообще круто, красиво, прикольно. Но она такая, нет, я хочу тебе показать Дракулу, я хочу записать Дракулу, я хочу, чтобы эта Дракулу уже увидел мир. Ну, я говорю, ну ладно. Вот, поэтому... Если ты её увидел, ты её не видел. Поэтому, возможно, у нас когда-нибудь, я всё-таки сяду, займусь этими голосами, я просто не знал же, что мы Дракулу будем так резко записать. Мы посмотрим Кали, закончим сезон, может быть, два, потом только перейдём сюда, но нет, почему-то мы здесь. Ну, здесь так здесь, как говорится. Я, в принципе, человек не крайне негативно ко всему настроенный, поэтому я говорю, ну ладно, давай запишем. Вот, запишем, посмотрим, потом когда-нибудь я и сделаю эти голоса. Ну, про что тут может быть? Про пришельцев, конечно. Про пришельцев, про подземный мир, подземный мир пришельцев. Вот викинги тут говорят будут, египтяне, наверное. Ну, всё, конечно, очевидно, по названию всё понятно. А так, конечно же, ну, про Дракулу, что про, наверное, его родословную, там, какая-нибудь, про любовь, морковь с Дракулой. А, я знаю, это пародия на сумерки сейчас будет. Да, у нас будет Эдвард, у нас будет Белла, у нас будет Оборотень, не помню, как зовут. Ну, вот как-то так. Опять говорю, маг, изображение далеко, вижу тут не очень хорошо, и буквы маленькие, но посмотрим, почитаем. Всё, погнали. Ну, читай. Нет, ты читай. Давай. Ты же этот... А причём, 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 причём хочу заметить, что начинается всё точно так же, как у Колизов Тьмы. Я не знаю, даже как будто комната та же самая. Это ещё игра не началась, Тимур. Да? Да. А это что такое? Ну, давай читай. Вот-вот начнётся эта история, но сперва выберите образ вашей геронии. То есть образ начинается всегда с одной и той же этой, что ли, локации? Ну, чё, здесь, куда ты? Вот сюда. На экран. А я могу бы через пробел? Ты можешь просто вот так. Только не как могу. Так, светлая кожа, очень светлая кожа, тёмная кожа, смуглая кожа, светлая кожа, суперсветлая кожа. Так, ну, короче, мулатка. Типа мулатка, типа русская и типа азиатка, да? Так, вот. Так, ну, так. Вы как хотите, вы как хотите. Вы хотите вот так вот? Хотите поэкстравагантнее? Или как вы хотите. Не, мы возьмём, вот мы возьмём готово. Мы возьмём суперсветлую кожу. Конечно, Дракула, он же что? У него, он тоже бледный должен быть, да? Он должен быть бледный и не отображаться в зеркале. Он увидит, что мы бледные, он подумает, что мы тоже Дракулы, мы будем вдвоём Дракулами. Что, Лия? Лая. А я нажал Enter, а я же только это выбрал, а я остальную не выбрал. Подожди, тебе не дают. Ну чё? Э, нажмите Enter, вот для кого пишут. Я вы... А я могу? Нет, подожди. Ты уже нажал, я поняла. Да, отлично. Нет, нет. Посмотри, дополнительные наряды, но хочу. Нет, вот прически, и вы, ты чё? Я кожу только выбрал. Городской шик у нас. Не, ну ты чё, Лая? Так, нет, ну вот это не очень самая простая. Вот это вот тоже как будто бы не очень, потому что, ну, какой-то пучок. Ну, вот это вот мне нравится. Но этот вот тоже не нравится. Вот нет, вот этот мы не оставим. Вот это вот нормально. Хотя, с Дракулой мы должны кондрить Дракулу, то, какое и должен. Дракулу на чё ведётся вообще? Дракула ведётся на кровь. Здесь даже красный, здесь даже красный цвет волос. Нет, вот это и прикольно. У нас такая анима девочка будет. Так, а я это, я одежду хочу ещё. Наряды смотрим. Вы чё? Вы чё, я уже незабываемое, спасибо. О, да, самое ток Дракуле идти в такую. Королева Гранжа. Я прочитал Королева Кринжа. О, вот это то, что нам нужно. Вот это мы идём, всё, он думает, мы кусок мяса и сразу, короче, в нас влюбляется. Это стопудово, вообще, точно, точно. Я, типа, знаете, как медицинская вот эта вот фляга переливания крови, это я. Да, надо бы, кстати, отлично, пускай начнётся история. Я... 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 Что такое? Два части таймена. Чриминал. ХТТПС... Вот, смотрите все. Я... Где это было? Где это было? Где это было? Я, конечно, не думала, что Дракула именно с этого начнется сначала хейта Тимура. Его настроя негативного на Клуб Романтики. Потом с донатов, которые мы не видим. Вы думаете, мы пришли проходить Дракулу? Мы, на самом деле, пришли собирать донаты. Не, на самом деле, я же все красиво там, наверное, вырежу, чтобы не было слишком душно. Итак, новости из прошлой жизни. На Enter ты скипаешься? Нет? Пожалуйста. Ну, тоже так было бы проще. В этой новелле упоминаются реальные личности и события прошлого. Однако сюжет является фантазийным и не претендует на историческую достоверность. Понятно? В темном, пустом коридоре почему-то совсем не слышно моих шагов. Зато его шаги отдаются тяжелым, гулким эхом. А я как сюда добралась-то? Я купила? Нет билеты на самолет какие-нибудь? Туристический тур я оплатила. А ты знаешь, где ты? В каком-то замке. Ну, если теоретически мы слышим шаги Дракулы и теоретически как бы передаем эстафету исторической правдивости, то мы в этой, в Трансильвании вроде бы как, наверное, замок Дракулы. Но, даже если не там, где предыстория, я оделась, я пошла, купила билет куда-нибудь в замок, даже если не к Дракуле, то в музее Третьяковской галереи. Впереди каменная стена. Впереди каменная стена, бежать дальше некуда. Он так близко, что я ощущаю на своей шее его ледяное дыхание и резко оборачиваюсь. Молчу. Его рука с длинными изогнутыми ногтями тянется к крупному бриллианту лазурного цвета, сверкающему у меня на груди. Мать, ты спишь, что ли? Ты если много пила вчера... Ну, видно, она после клубешника, короче, после... В клуб пошла, красиво наедилась, такая аниме-девчонка. Набухалась, глюки пошли, все, у нее там это и когти, и кровь, понятно, все. Мать, просыпайся. Какой же голос он выберет в своей голове? А я его лица не вижу, я так не могу играть. Это может быть и не Дракула. А я, блин, ну и тем более, тогда мы потом... Ладно, давай так. Отдай. Отдай. Пусть бы так. Его шепот обволакивает, проникает под кожу. Не получишь никогда. Ну все, читай ты. Нет. Ты в женском же роде, я пытаюсь заслониться. Я, что ли, ты давай. Я пытаюсь заслониться рукой, чувствую острую боли от полоснувших меня ногтей. Мне не нравится эта запись Дракулы. Она не такая должна быть. И просыпаюсь. Я же говорю, но... Я же говорю, спит после клубешника. Я вообще ванга. Рука по-прежнему горела пронзающей болью. Наконец, я нащупала выключатель. И в туском свете ночника увидела три неровные кровоточащие полосы на руке. Когти. Румыния. Бухарест. Я сразу могу сказать, что здесь нету никакой медицинской достоверности. Вы когда-нибудь сраной в горячую воду залезали? Вы же умрете от боли. Сраной. Сраной. А, еду. Что ты подумал? Слитно как-то ты говоришь. Даже если вот маленькая малюсенькая царапинка на руке будет, вы залезете в горячую воду, вы умрете от этой боли. У нее там три просто лютые полощины, я так понимаю. Она от этого, наверное, сейчас конечность только что себе отрезала, чтобы избавиться от боли. Недостоверно. Теперь надо найти пластырь. Ты почему в полотенце? Прямо передо мной в полумраке стояла высокая темная фигура в капюшоне. И теперь это точно был не сон. Предстоит сделать выбор. Выбирай обдуманно, ведь каждое твое решение в той или иной степени повлияет на историю. А я знаю, я уже играл в кали. Меня уже научили, что выбора в этой игре практически нет. Истории разные, это разные авторы. Так, что делать? Кричать, ударить? Так, думаю. А я одна? Нет, я в отеле. Я кричу, все сбегаются, меня спасают. Но я кричу, меня убили. Так, если я ударю, мне дали отпор, меня тоже убили. Ну, кричать выглядит поэффективнее, на самом деле, чем бить. Потому что ударишь, а он в ответ, и тебе может прилететь больше. Ты закричишь, он испугается сам твоего крика. Если я еще кричу громко, вообще, конечно. Кричим. Леденящий ужас завладел мною, захлестнул с головой. Нормально, все прибежали. Незнакомец сделал полшага назад и сорвал капюшон со своей головы. А это мой бывший. Бывший, ты ли это? В капюшоне я тебя не признал. Лучи рассветного солнца осветили его фигуру и лицо. Не слишком тихо. А мне без разницы, я все равно звук потом с нормой свожу. Ну, ладно. Для меня, наоборот, это даже громко. Да-да, выключим звук вообще. О, прости. Постепление по всем номерам. Все. Местные эти, как их там, не официанты, а как служители отеля тебе все помогут, сделают. А что ты здесь делаешь? Какой к черту кот? Реально. Прикинь, ты голая, стоишь в полотенце, мужик какой-то кота ищет. Не, это я подумал сразу в психбольницу такого. Я перевела дыхание, бросила взгляд на свою царапанную руку и, наконец, поняла. Так, значит, кот. Я с вызовом посмотрела на парня и увидела, что его взгляд направлен ниже моего лица. А прикиньте, если кот оставляет, ну, знаете, у кого вы там коты были или видели, у нее такие легкие, такие поцарапины, да, на руке, такие прям еле видны обычно от котов. А у нее прям рука разорвана, как будто тигр ее цепану, он такая, ну, кот. Лео сосредоточенно разглядывал мою грудь. Ой, ну, Лео, ну ты озабоченный, понятно. Эй! В этот момент я почувствовала, что полотенце на мне почти не держится и вот-вот трупнет вниз. Ох! В этот же момент рука Лео метнулась ко мне и поймала полотенце на лету, прижав его к моему телу. Я ощутила, как от его теплого прикосновения по коже побежали мурашки. Поймал. Он ловко поправил полотенце и потуже закрутил его у меня за спиной. Я б всяким Лео с улицы не доверял, если что вот этот вот Лео ваш с улицы, сначала он полотенце держит, а потом вы ее без полотенца уже с Лео всяким лежите. Зажатая в его крепких руках, я совсем растерялась и, кажется, покраснила. Зато Лео выглядела так невозмутимо, будто помогала одеться младшей сестренке. Я все равно не понимаю, вот просто представьте ситуацию, даже не важно, вот вы в своей квартире или в отеле, это вообще не важно сейчас, вы в полотенце, заваливается рандомный мужик к вам и говорит про кота какого-то. Какой нахер кот? Я беру сковородку и бью его по лицу сразу же автоматически. И она еще почти уже все разделась, он еще приближается меня обнимать. Какой обнимать? Ты можешь маньяк и ворить? В смысле, он ловит твое полотенце? Какой ловит? Иди из моего номера в свой, я вообще не знаю, может он вообще местный бомж, аж забежал ко мне и еду ищет. Немья вообще-то не нравится, пусть меня не трогают. Меня кольнула крошечная иголка досады. Ну вот, а теперь давай поищем Носферату. Что поищем? Да кота так зовут, походу. Кота моего Носферату. Наверняка он забрался сюда через балку. Думаешь, что нормально? Я думал, этот номер пустый. Вот и полез за ним. Взглянул лево, а взгляд лево упал на букет цветов у кровати. Лили? Кто вообще держит в комнате Лили? У него на них аллергия. Бедняга весь чешется и очень страдает. Фу, такой противный голос выбрал для него. Ах, простите, что мы не подготовились к вашему визиту. Как насчет моих страданий? Следить надо за лучшую свою скотинкой. Я помахала перед лицом Лео раненой рукой. Ох, как он себя? Это все Лилия? Он от них дуреет. Ладно, придется тебе лечить. Где аптечка? Там, в сумке. Лео усадил меня на кровати, стал аккуратно, даже нежно обрабатывать мою рану. Ты тупанула. Я вдруг почему-то ужасно смутилась и поспешно отдернула руку. Хорошо, а теперь нужно найти кота. Поможешь? Некоторые выборы имеют стоимость в бриллиантах. Они открывают доступ к особым наградам, эксклюзивным сценам. На, нарядом. Или могут изменить отношение к тебе, другие герои. Попробуй. Так, попробуем. Пожалуй, я помогу. Подскажу или выдержусь. Но очевидно, я должна помочь. Не понимаю, почему я незнакомому рандомному Лео, который ворвался ко мне в комнату, должна помогать. Но, судя по всему, я должна помочь. Алмаз мне на это намекает. Он говорит, помогай. Ну, давай, помогу. Даже цены не видишь. Да какая разница. Но алмаз же здесь есть, значит, это ценнее, чем все остальное. Мне уже самой интересно посмотреть на свой ночной кошмар. Кажется, я слышала шорох там в углу. Мы с Лео присели на корточки и стали всматриваться в полумрак под столом. Кис-кис-кис. Носферат. В тесном пространстве между Нобелью и нашей тела соприкоснулись. Опять ты... Я слегка потеряла равновесие и схватилась за плечо Лео. Он подхватил меня за талию. Мне кажется... Подожди. Мне кажется, я играю за нимфоманку. У нее лютейший просто не до... Не до кекс. И она цепляется за каждого первого встречного. Я вообще этого не понимаю. Оказавшись в его объятиях, я сразу вспомнила, как заботливо он лечил мою руку и как по-братски укутывал в полотенце. Снова накатила неловкость и досада на себя и на небо, захотелось сострить, ощутиться. Но когда я подняла глаза на Лео, все слова вдруг испарились. На этот раз в его взгляде не было ничего братского. Молчу. В зеленых глазах Лео играла гремучая смесь интереса и чего-то хищного. Его проницательный взгляд, скользящий по моему лицу и телу, казался издязаемым. И от него становилось жарко. Наши лица были слишком близко, опасно близко. Я как зачарованная смотрела на его губы. Молчу. Пальцы Лео скользнули по моей щеке и медленно убрали прядь волосы с моего лица. Затем его крепкая ладонь легла мне на шею. Вот так? Да. Твои отношения с Лео улучшились. Отлично. Из-под стола выскочило нечто и заметалось по комнате. Лео тут же подхватил кота на руки и нежно обнял. О, это сфикс нормально, прям прикольно. Хоть что-то ему понравилось, блин. Сегодня очень токсичная серия, у нас сегодня все идет не так, как мы планируем. Как? Мне кажется, серия великолепная. Он, а еще кошак одетый в свитер, типа, блин, вообще круто. Крутяк. Можно с котом уйти? Нет, но он будет влиять. Очень, очень жаль. На меня с ненавистью смотрела совершенно лысая злобная морда. Типичный сфинкс, ненавидит всех. На самом деле, кстати, сфинксы очень тактильные, как а ты. Они очень любят внимание и обнимашки. Молчу. Испугался? Страшная тетя, малыш? Не бойся, это... А, кстати, как тебя зовут? Это я страшная? Ну, такая. Скрипнула дверь в спальне, и из нее потягиваясь и зевая, вышла моя сестра, о которой я совсем забыла. Кстати, я могу пояснить вообще за свой голос, если что. Лео? Я увидел парня, он похож такой, знаете, на веселого, энергичного, проказнического подростка. Я и дал ему такой голос, такой, типа, завитушкой. Вы знакомы? Это брат Кэти, мои одноклассницы. Лая, что у тебя с рукой? И почему ты голая? Ну, это вопрос у меня до сих пор, на самом деле... И я не голая. Волнует. Я вдруг поняла, что до сих пор хожу в полотенце. Да, ты бы ходила бы без него и такая, блин, нормально, одета. Как тебе рисунок отеля? Красиво? Очень красиво, да. И правда, иди оденься уже, простудишься еще. Я знаете, что подумал? Было бы прикольно выбирать еще весовую категорию персонажа своего. Ты такой, прям вот знаешь, типа, тоже там несколько вариантов. Там есть одна история, в которой так можно. Да? Да. Опять включил режим заботливого брата. Ну и правда, пора одеться. Пора, 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 пора. О, еду выбираем. В качестве извинений Лео заказал нам завтрак в номер. И вскоре мы втроем сидели на балконе за накрытым столом. Мелли потешалась над нашими утренними приключениями. Масферат упрыгнул к ней на коленки, свернувшись калачиком, замурчав. А кот-то не выберет плохую деваку. Видели? На нашу героиню сидел, смотрел косо, а к Миле прыгнул. Соответственно, наша главная героиня какая-то местная паскуда, наверное. А Миле доброй души человек, поэтому Лео бы поаккуратнее выбирал себе девушек с полотенцами. Мур-мур-мур. Не знала, что у тебя такой классный котик. Да, он замечательный. Но вот уже полгода страдает депрессией. У кота депрессия. Зоо-психолог говорит, это из-за того, что он потерял связь с корнями. Зоо-психолог? А чём мы? Такое существует, да? Реально? Ему нужно побыть семьёй, но вся его родня в Румынии, поэтому мы и приехали. Насферату происходит из древнего княжеского рода, и мы собираемся их навестить. Ну да, то есть, наверное, прапрапрадед Насферату — это кошак этого Дракулы. И сейчас понимаете, да, о чём я говорю? А ты вообще в курсе, там, про Сманскую империю, кто такой Дракулу? Вообще не знаешь? Ну нет, я знаю в общих чертах. Там Дракула, Кола, Сажатель, вот это вот всё. Фамилия его семьи случайно не Дракула? Нет. А почему ты спрашиваешь? Потому что твой кот... Такой, блин, благородный, конечно. Кота видела, нет? Такой благородный? Я подумал, если княжеский род, то наверняка старинный, царский. А я не знаю других царской фамилий в Румынии. Лео запомнил, что тебе нравится его кот, конечно. А вы... А вы по какому поводу в Румынии? О, это всё Милли. Она целый год мечтала поехать на родину Дракулы. Она обожает истории про вампиров, книги, фильмы и ещё игра эта... Какая? Рождённая Луной. Это, кстати, другая... Я такой не знаю. Это другая история в Клубе Романтики. А-а-а, собираетесь в Бран, замок Дракулы. Нет, это аттракцион для туристов. Настоящий Влад Дракул там даже не жил. Я изучала его биографию и нашла кое-что поинтересней сказок. Юный Влад был принцем Валахии. Смелым, добрым, его все любили. Но в 16 лет Валахия – средневековое княжество, занимавшее территорией современной Румынии. Но в 16 лет его увезли в качестве заложника ко двору османского султана на четыре долгих года. Османы – это турки. Там с ним что-то произошло. Там с ним что-то произошло, какая-то тёмная история. И вот в 1448 году Влад вернулся домой совершенно другим. Чёрным, замкнутым, страшным. Так, вдумывайся в эту вещь. Говорили, что от прежнего принца осталась лишь оболочка, а внутри поселилось нечто совсем иное. Милли повернулась к Лео и с гордостью сказала. Лая всегда откопает что-нибудь эдакое. Люблю старые истории, я ведь художник-реставратор. Такая интересная работа. Да, жаль только, что занимает почти всё её время. Какое время у реставратора? Найди попробуйся профить в такую. Не понимаю, почему эта рухлядь не может подождать, пока ты проведёшь время с сестрой. Обещаю, эти две недели я вся твоя, ещё успеем доесть. В общем, сегодня мы поедем в холодный лес, к реальному месту захоронения Влада Дракула. Надеюсь, найти там кое-какие ответы. Откуда ты знаешь, где она? Провела маленькое расследование. Вдруг я почувствовала под столом щекочащее прикосновение к своей роте. Но это и на сферату балуются. Сидящий рядом, лукаво и почти незаметно улыбнулся одним уголком рта. Так, ты там свонук что-то? Его ладонь легла поверх моей, полностью накрывая её. Под столом, да? Он только ворвался в её комнату, и он уже с утра кладёт ей ладонь под столом на её ладонь. Нет, Лео, конечно, какой-то извращенец местный. Он со мной флиртует. Это приятно, слишком рано не... Кажешь, слишком рано, какой там ещё... Лео, интересный парень, но я его так мало знаю. Да, он с родителями ещё не познакомил. Он как бы с котом познакомил, а с родителями нет. Рановато для подобных шалостей. Мы даже не знаем, кем он работает. А если у него фамилия какая-нибудь? Мистер Проперский. Помедлив несколько секунд, я осторожно высвободил руку. Лео сделал вид, будто ничего и не было. Даже не думайте, что я пущу вас в холодный лес одних. У меня арендована машина и день свободный. Хоть будет кому вас спасать, если окажется, что тамошние вампиры только и ждут свежатинки. Ура! Чур я на переднем сиденье. Так, на переднем сиденье едет на Сферату, ничего не знаю. Мой телефон издал протяжную трель. На экране высветилось имя Босса. Как Босса? В трубке послышалось его картавый с истерическими нотками голоса. Это твой голос реально, давай. С истерическими нотками. Ну, читай, Винсент. Я думаю, как эта фраза читается. Мабель Ами, наверное. Мабель Ами! Ну, татарский чуть не перешел случайно, да? Лая, умоляю, ты должна их забрать прямо сейчас. Но, Винсент, я в Румынии, что случилось? Куэлэ Чансэ! Картины именно в Румынии! Чудесные полотна, закрашенные гадкой строительной краской. Но мы их спасем! Ты спасешь это, шеф от Деву Ревервес! Простите, но я не поеду спасать никакие шедевры. У меня отпуск. Пятнадцатый век! Двор османского султана! И там изображены люди! Ты можешь не кричать, это очень громко. Так он истерично кричит. Я в роль вживаюсь. Но тогда в Турции был религиозный запрет на изображение людей. Именно! 1448 год! Уникальные образцы! Но их хотят превратить эти бандит... Перехватить... Эти бандитов из Бламгалери! 1448 год! Османы! Скидывайте адрес, Винсент, я выезжаю! Что? Нет, Лай, ты же обещала! А у нее тут на футболке это кто, Бибер? А не-не-не, это вот этот был. Ко второй, который близнец Бибера. Как его звали? Орех! Нет! Желудь! Желудь! Вот! Она фанатка вампиров. Это из истории клуба романтики, рожденная Луной. Это персонаж оттуда. А-а-а, а я думал, это типа Желудь, Рома. Нет, но он вампир. Милли, эти картины написаны в то время и в том месте, где нечто превратило принца Влада в монстра. Я уже минут пятнадцать ждала токси, но и вовсе не было. Другое заказывай. Милли страшно расстроилась, но я не могу упустить такую возможность. Хорошо, что Лео согласился поехать с ней в холодный лес без меня. Пусть погуляет, развеются. Время утекало, и я начала опасаться, что быстрые ребята из Блумгалери меня опередят. Чисто, знаете, мусочку в Симсе слушаю. Наконец подъехала какая-то машина, и из окошка послушался голос водителя. Мисс Александр, куда едем? Из магазина напротив вышла девушка и зашагала к нам. Значит, такси приехало за ней. Некоторые выборы усиливают значение отваги или удачи. На что полагаешься ты? Так, это ее такси, а я... О-о-о. О, ну я типа... Ну что такое заказать такси? Мы прям сильно, да, торопимся? Ну да. Она же хочет опередить других соперников, которые хотят картины получить. Ну, украсть это так низко. Нет, вдруг это тоже женщина опасна. Вдруг у него мамка умерла, она уже вообще такси 50 минут ждет. А мы сейчас как паскуду украдем. Нет. Мы женщины, конечно, опаздывающие, но мы интеллигентные, как бы. Чего такси? Того и тапки. Соответственно, мы подождем свое, даже если оно не приедет, даже если мы останемся без картины, без работы, возможно, в будущем. Но мы поступили честно и по совести. Конечно, я спешу, но ведь она, возможно, тоже. Вот, правильно. Девушка подошла к машине, села на заднее сиденье, внимательно посмотрела на меня. Куда тебе? А вот с этой можно мутить, да? Далеко? А, далеко, Вбрашев. Да, ты чертова счастливица, садись к нам по пути. Ну вот, удача зарешал только что. К нам. Всю дорогу у Александра звонил в телефон, и она без конца кому-то что-то объясняла. А прикиньте, это как раз таки Александра, она из Бамгелы. То есть мы сейчас вдвоем одновременно приедем драться за картинок. Вот это зануд. Пейзажи за городом стали однообразными. За городом, блин, за городом. За городом, поэтому я и всглядывала своих родов. Необычная девушка такая смесь силы и нежности. Тело крепкое, спортивное, а губы пухлые, чувственные. Да-да, там болю будет, спереди. Александра неожиданно поймала мой взгляд и подмигнула, продолжая кого-то слушать в трубке. У небольшого селения мы остановились, а Александра вышла. Тебя отвезут куда нужно, а мне пора. Удачи, кроссовок. Так, Александра, скажи честно, ты сама за такси платишь, или мне тоже надо скинуть? Она снова мне подмигнула. Кто последний выходит из машины, тот и платит. Так Александра на халяву, получается, прокатилась. Если только у меня не убер. Что, показывают нам разрушенную халупу? Такое мрачное место, так тихо и никого нет. Музей был красивый, но старый и какой-то совсем запущенный. Двери жалобно скрипели, со стен сыпалась штукатурка. По углам свисала почерневшая от копоти паутина. За моей спиной вдруг раздался скрипучий голос. О, кто это тут у нас? От господина Блума! Я обернулась и увидела перед собой старика с сохшим серым лицом, покрытым бородавками. Груди неприятно защекотало. Смесь страха и отвращения, но я старалась не подать вида. Ты что, на деду у него отвращения, что ли? Что, стариков никогда не видел? Я от мистера Винсента. Меня зовут Лай Бернелл. Что ж, ой. Что ж, я предупредил обоих господ. Кто первым приедет, тому и картины. Видите ли, картины продаются срочно, поэтому и цена смешная за такую редкость. Старик принес круглую тубу с тремя свернутыми полотнами и развернул одну из них на мольберте. Я тронула пальцем белый слой, закрывающий изображение. Он был очень податлив. Мне сказали, что картины закрашены токсичной строительной краской, но здесь просто известь? Увы, лишь здесь. Растворить... Реставрировать. Реставрировать другие два полотна будет крайне сложно. Старик ушел за бумагами для оформления сделки, а я села в старое продавленное кресло перед мольбертом. Любопытство сжигало меня, я нашла кусок какой-то ткани и стала осторожно стирать известь. Вскоре на половине показалось лицо красивой юноши с горящими серыми глазами. А это Сэм, да, или какой-то? Ну, вот этот вот пацан, который был у нас в окне. Левушка? А Левушка? Сэм. Тупать. Портрет будто гипнотизировал меня, я была не в силах оторвать от него взгляд. В голове возникла тупая боль, дышать стало трудно, я поняла, что теряю сознание. Опа! Опа! Конец сознания. Все еще было трудно дышать, что-то сильно сдавливало тело выше талии. Ну, желали, деточка, вдохни, еще немного осталось застегнуть последнюю пуговку. Мы обратно в Индию? Какая Индия? Это Турция, это Осман, Османская империя. Ну, похоже, там такие же были в этот вашей Кали, такие же были стены, такие же эти были. Ну, тут-тут-тут-каритию ни слова не было. Я, может, в Кали попал неожиданно. Дорогая Шахихатун, я больше не могу, кажется, я выросла из этой одежды. Грудь так точно выросла. 1444 год, Османской империи, дворец Султана. Ужасно неудобная штука, кстати, эта грудь. Послушай, милая, тебе уже 14, нельзя больше носиться, как угорела со своим дружком Асланом. Или Асланом, Асланом. Хатун, госпожа, почитательное обращение к женщине в Османской империи. Почтительное. Почтительное. Ты больше не дитя и Аслан, взрослый юноша. Знаешь, какие у них мысли в голове? Какие? Ну-ка, победой. Если бы юноши были так опасны, разве нам позволяли бы обучаться с ними в одной школе? Наконец, все пуговки поддались, и Лаля радостно закружилась по комнате. А я бы не позволила. Из чего выдумал учитель ваш, моду новую привез невесть откуда? Никогда такого не было, чтобы девицы и юноши до принца с пленными в одном классе. Вот Лео, походу, тоже тут учился. Он такой, ну раз мальчики и девочки учатся вместе, то я могу к голой девушке заходить в номер, пока она в полотенце. Сам султан Мурад так велел. А Шихзаде Хасану нравится с нами учиться. Шихзаде, сын султана, наследный принц. Дядя твоему султану, конечно, виднее. А что до Шихзаде Хасана? Я видела, он приветлив с тобой более, нежели пристала кузенам. Ох, все тебе посягательство, но моя честь мерещится. Хасан со всеми мил, не только со мной. Настальница вдруг понизила голос и заговорила в кратчевом тон. Честь девичью следует беречь. Да не перенебречь, срок у нее быстро выходит. А выбирать, кому она достанется, суммам надо. Вот Хасану так и стоило бы. Не могу поверить, что слышу от тебя такое. Уж послушай старуху. В слухи ходят, что султан Мурат престола ставить хочет. Тягостная ему власть. Хасан на престолу зайдет, а ты можешь стать женой султана. Это тебе не пленный сирота, Аслан. Лаля вспыхнула, сжала кулачки и топнула ногой. Аслан хоть и пленный, но сын царя, а я, между прочим, тоже сирота. А что ты думаешь? Думаю о том, что Аслан это как раз таки Андракулашна. Нет, смотри дальше. А Хасану есть из кого жену выбрать. Целый гарем их у него. Я пойду, шахихатун. Сегодня нельзя опаздывать. Но мне нравится, что ты уже задумался о чем. Лаля решила срезать путь до конюшни и побежала через чаще сада. Внезапно впереди в зарослях цветущего олеандра послышали стихи и голоса. Интересно, кто там. Так, поспешу, но... Какие голоса? Учи и сиди. Сколько раз меня мое любопытство подводило. Вот-вот, учимся и идем. Если опоздаю, в конюшню не смогу выбрать себе коня. Придется брать того, что останется. Лаля скорее побежит. Правильно, Шахраму ложь. Дадут трехногу, потом скачи на ней как хочешь. Хаджам муста. Ой, 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 нажал. Ой, что-то нажал, что-то пропустил. Там что-то важное было. Не знаю, короче. Прочитай, пожалуйста. Так, мне как это читать с акцентом? Это учители, если что. Мы поедем туда узкой листой тропой. Так что прошу разбиться на пары и ехать строго по двое. Нормально. Лаля Хатун, вы вовремя отправляетесь выбирать коня только поскорее. Потише, может, Дарюш, не пробухай. Лаля выбрала в конюшне самую красивую кобылицу, Гёджи, и стала ее седлать. Перед ней выросла рыжая косматая голова лучшего друга. Аслан, ты опоздал. Из коней там остался только Бардуш. Он такой неказистый. Ха, это не важно, ведь на нем будет сидеть самый яркий и статный юноша школы. Скромен, как всегда. Иди скорее запрягать. Аслан ушел. Вскоре клали, подъехал статный сероглазый красавец и учтил его поклонился. Шахзаде Хаса. Мое почтение. Приветствую, кузина. Я вижу, вы без пари. Смею надеяться, что вы не откажетесь ехать со мной. Э, да, разумеется, это честь для меня. Вернувшийся Аслан изумленно смотрел, как его подруга уезжает с наследным принцем. А где выбор, где выбор, ты парня себе? Так, что там лучше спряталась? Хасан и Лали выехали первыми и прибыли на место раньше остальных. Решили ждать класс в тени леса возле ипподрома. Любимая гончая Хасана радостно прыгала рядом и вертелась под ногами лошадей, отчего тени довольно фыркали. Потом собака подбежала к Лали и ткнула свой влажный нос в ее ладони. Зачем ей тыкать своим влажным носом? Гонча, ты че? Вы ей нравитесь, а ведь она мало кого признает. Ты такая красавица. Аф-аф. Она мой лучший друг, одна из немногих, кому я действительно могу доверять. Когда ты наследник престола, все хотят выгоды от тебя, а она просто любит. Вы, наверное, уже слышали, что отец собирается передать мне престол. Да, уход дяди Мурада многих огорчит, ведь он мудрый и честный правитель. Но я уверена, вы станете его достойным преемником. Отец настаивает, чтобы я женился и... И? И что? И узнаем... Хасан вдруг резко остановился и повернулся к ней. Лали. Я уверен, что жены лучше вас мне не найти. Жены. Жены? Удивилась. Хасан взял руку Лали и прижал ее ладонь к своей груди. В его глазах горел какой-то неведомый ей огонь. Вы не знаете, но вы стали главной причиной, по которой я спешу в школу. Мое сердце бьется ради вас. Некрасиво пишется? Красиво. Часто я не слышу, что говорит Холь Каджа Мустафа на уроке, потому что я любуюсь вами. Вот это нормально. Вот это нормально. Не то, что какой-то Лео, который врывается в чужие комнаты. Не есть кого, а сразу без полотенца. Это нормально. Видите, как джентльмен, говорит, мы с тобой уже 43 года вместе знакомы. Я наконец-то понял, что только ты мне нужна. Вот молодец. Лали накрыла волной приятного тепла и одновременно смущения. Впервые она была так близко к мужчине и впервые слышала подобные слова. Понимаю. Это неожиданно. Я не жду сейчас ответа. Но можно мне вас сейчас поцеловать? Нет, ну это рановато, конечно. Свидание сначала. Не знаю, куда прятать взгляд и стеснение. Лали еле слышно прошептала. Так, давай думать. Вообще, конечно, сначала свадьба, потом поцелую. Какие поцелуи до свадьбы вообще-то? Она юная и типа следи за своей честью. С другой стороны, как бы гном вроде не... Нет, ну вот сложно, знаете. Сан Султана. Да. Сан Султана. Вот смотри, давайте разберем несколько ситуаций. Во-первых, с одной стороны можно. Почему? Потому что мы с ним давно знакомы, да? Он довольно-таки статный. Сейчас я дам себя поцеловать, а потом меня в жены возьмет, и все будет у нас хорошо. С другой стороны, как бы не нужно, потому что я себя берегу. Поцелую только после свадьбы. Плюс вдруг отец узнает, что он целуется с кем-то без свадьбы. Меня вообще казнят за это. Как бы вот такие спорные моменты. Но он пока тоже племянница Султана. Ну нет, я пока, короче, думаю, что можно, потому что он вызывает доверие, он вроде нормальный, ничего такое, ведется нормально. Не как Лео, вот Лео я бы не дал. Лео сказал, блин, Лео идет. Можно, да. Хасан такой взрослый, сильный, красивый. Я тоже хочу это говорить. Ну он тем более сама хочет. Хасан наклонился к ней так близко, что она услышала его прерывистое дыхание. Его губы медленно и очень нежно коснулись ее губ. Всего одно касание, пара секунд, но мир вдруг стал другим. Ларя не знала, какими словами описать все чувства, что он разбудил в ней. Но вдруг ясно осознала, что Хасан стал ей по-новому дорог за это короткое время. Каким бы ни был твой ответ, и что бы ни случилось с нами дальше, знай, Лале, этот поцелуй для меня дороже всех сокровищ на свете. Опа, лошадка. Так лошадку кто-нибудь озвучивать будет, нет? Занятие с лошадьми длилось уже почти час, время шло к полудню. На огромном ипподроме не было ни деревца, ученики и лошади изнывали от жары. Только учитель Мустафа сидя в тени большого палантина, который держали двое слуг, чувствовал себя отлично. Что за постые лица? Вы ученики дворцовой школы великого султана Мурада Второго. Гордость и будущее блистательной Османской империи. Ладно, 10 минут перерыв, а потом снова на коней. Лале спешилась и стала налаживать уздечку своей лошади. Диалоги лошадей потрясающе, вот лошади, собаки, это, конечно, вообще потрясающе. Аслан стоял неподалеку, но, заметив Лале, отвернулся, делаю вид, что занят. А есть история, где мы, короче, играем за кошку и кадрим кота. Вот прям реально, не типа кошка, типа кошка-девочка, а реально кошка. Вот это нормально был бы замок. Вот это все, тогда все вот эти диалоги имеют место быть. Аслан, прости, что так вышло на конюшне, я ведь ждала тебя. Но не смогла отказать Шихзаде, ты же понимаешь, есть этикет. Аслан повернулся к Лале и посмотрел ей прямо в глаза. Я не умею на тебя обижаться, ты ведь знаешь. Но скажи, Лале, если бы ты не чувствовала, что должна ждать меня как друга, если бы не было этикета и этих дурацких условностей, а был бы просто я, просто Хасан и просто ты, никому и ничего не должное, с кем бы ты тогда поехал? Аслан впервые за годы их дружбы говорил с ней так серьезно. Лале поняла, что не может солгать или уйти от ответа. Так, некоторые выборы в прошлом серьезно влияют на события и отношения героев, не только в самом прошлом, но и в будущем выбирай с умом. Я бы поехала. Так, ну сейчас как-то вообще некрасиво говорить с тобой, потому что я уже целовалась там с другим, а если я и с этим расскажу, и с тем поцеловаться, то я такая как бы шушлендра, да, местная. И получается, потом у них конфликт будет, один скажет, что она меня целовала, другой скажет, что она со мной поехала, и в итоге начнут это они войну из-за меня устраивать. Ну какая война? Один царь, а другой шпиндик мелкий. Короче, не будем врать ему, скажем с Хасаном. Ты мой лучший друг, это правда, и так будет всегда, но сегодня я поняла, что кроме дружбы между людьми бывает и другое. Это странное чувство, один человек внезапно становится важнее всех прочих в жизни. Но, Аслан, мы с тобой все равно. Аслан приложил палец к губам. Тш-ш-ш, понятно, давай я посмотрю, что суздечка, твоя лошадь, а ты пока отдыхай. А так вот расстроился. Лаля вдруг заметила в нескольких шагах от них Хасана и радостно подбежала к нему. Жиз-аде? Я не говорил с вами целый час и ужасно соскучился. Так улыбку у тебя подозрительные, конечно. А где же ваши чудесные гончие? То есть вы больше скучали по ней, чем по мне? Почти одинаково. Кстати, да, она куда-то подевалась. Нужно найти, пока не начался урок. Твой выбор серьезно повлиял на историю. Хасан на секунду задержал на овале ласковый взгляд своих серых глаз. Потом улыбнулся каким-то своим мыслям и зашагал прочь. Вдруг резко потемнело и запахло дождем. Так, там какой-то воин скачет. Небо покрылось страшными черными тучами. Острая полоса света рассекла горизонт. Гроза! Гроза! Все на коней! Скачите в сторону леса! Голос учителя утонула в раскатах грома. Валерия, уходим! И потом самое опасное место в грозу! Иду! Стало темно, как ночью. Дождь захлестал с невероятной силой. Это была просто стена воды. За пару минут поверхность эпидрома превратилась в скользкую жижу. Ноги людей и лошадей увязли во влажном масле. Лаля неудачно подскользнулась еще немного, и она упадет, оказавшись под копытами. Ох! Что, минус Лаля? По воде в ее руке вдруг натянулись. Это Геджи высоко подняла голову, помогая хозяйке удержаться на ногах. Спасибо, милая, ты меня спасла. Расстояние до леса было меньше трехсот аршин, но казалось бесконечным. И вот, наконец, показалась спасительная кромка леса. Под густыми кронами деревьев поток дождя ощущался гораздо слабее. Студенты, наконец, смогли спешиться. Вдруг в голову Лаля пришла мысль, от которой она похолодела. Прям нормально музыка чай. Хасан! Где Хасан? Кто довезет Шарзады? Вдалеке одна за другой сверкали молнии, сердце Лаля защемило. Все пришли в движение, вглядывались в темноте в лица, тормошили друг друга с одним и тем же вопросом. Хорош мотать, сейчас головокружение будет. Но скоро стало ясно, Хасана с ними нет. Увы, догадка Лаля подтвердилась. Он пошел искать свою гончую. Он не мог оставить ее одну в грозу? Не, ну, слушай, я хрупкая маленькая, четырнадцать летний, какой я. Идите вы! Стража, учитель, кто-нибудь! Реально. Хаджао Мустафа выглядел очень испуганным и что-то торопливо говорил сопровождавшим класс Пастанжи. Пастанжи, гвардейцы дворцовой охраны. Уже через минуту учитель и солдаты скрылись за толщей воды. Лаля бессильно плакала, ее сердце заполнило тревогой. Аслан приобнял ее, укутал своим плащом и стал нежно гладить по волосам. Ну же, не плачь. Наверняка Хасан нашел укрытие и вернется к нам, как только гроза пройдет. Теплое объятие и тихий ласковый голос Аслана успокаивали, убаюкивали ее. Лаля уткнулась влажным от слез лицом в его грудь. Гроза пошла на спад так же резко, как началась. Вышло солнце, но все заволокло непроглядным туманом. Все в воде, все в тумане, лошадь там что-то одинного. Учителя и солдат не было слишком долго. А, учителя и солдат не было слишком долго. Лаля и остальные студенты в нетерпении вышли из леса. Музыка шикарная. Вдруг в тумане послышался вой собаки. Ау! Милая, хорошая, где же твой хозяин? Следом за собакой из тумана вышел бледный, как полотно Хаджам Мустафа. За ним медленно и тяжело передвигаясь появились бастанжи. Они осторожно положили на землю что-то большое, тяжелое. Это было тело Хасана. Так, я не понял. А если бы я поцеловался с другим, его бы тоже убили? Я не понял, мой поцелуй здесь смертельный какой-то? Шикзаде Хазан, поеб! Убит, молнии! Нет, реально, я не понял. Я не того выбрал, да? Надо было выбрать другого. Это как-то влияет? Блин, а я сейчас как бы не могу с этим теперь мутить, который не Хасан, который второй. Потому что я типа с этим был. Тогда я не того выбрал, получается. Подстава. Гончая скулила и выла, суетясь вокруг хозяина. Ее голос отдавался мучительным эхом в голове Лали. Лали чувствовала, как ее ноги слабеют. Все вокруг плывет и вносится вдаль. Перед тем, как со всем отключиться, она откуда-то издалека услышала голоса обрывки фраз. Третий погибший сын султана, проклятие злой рог. Империя осталась без наследника, без наследника, без наследника, без. Третий, третий, третий умер, знаю, все понятно. Вокруг все тряслось. Я с трудом открыла глаза и поняла, что трясут меня. Это был смотритель. Милая, милая, я не против, что ты тут уснула. Но уже вечер. Вечер? Вечер? Я не могла столько проспать. Ну, у нас воздух тут такой горный. Я вспомнила о Миле и Лео. Наверное, они меня обыскались. Простите, мне нужно позвонить. Разумеется. Я набрала Миле, 5-10 гудков, ответа нет. С досадой поняла, что номер Лео не записала. Голова гудела, мысли крутились бешеной каруселью. Господи, что это было? Точно не сон, все было реально. Я видела прошлое, почему тогда в нем была я. То есть не я, а Лали, но все равно это я. Ну и у тебя тут дышь какая модная прическа, а там была не модная. Лали, это будто я в прошлой жизни. Но я же не верю в прошлой жизни. А Аслан, это ведь Лео. Как он там оказался? А я, кстати, сказал, что Аслан это Лео. Али нет. Не, я сказал, другой Лео, который Хасан. Смотритель глядел на меня хитрым, внимательным взглядом. Будто что-то хотел сказать. Скажите, эти картины. Ну, а кто их автор, почему они продают? Ну, конечно, вот здесь, видите, вот здесь для всех подсказка. Алмаз говорят, значит, это надо спрашивать. Выбор с намеком. О, один прекрасный молодой человек передал их музею из своей частной коллекции. Знаете, это удивительно. Музей существует здесь многие годы. Но теперь власти решили забрать здание. Дали нам право выкупа. Но средств у музея нет. Не на что выкупать. А тут появляется этот чудесный юноша, словно добрый ангел. Говорит, финансами помочь не могу, но вот вам картинные. Продайте и деньги ваши. Да, мол, они испорчены, но покупатели все равно найдутся. Писать людей при дворе османского султана означало верную смерть. Кем бы ни был автор этих картин, он ходил по лезвию ножа и, кажется, стал единственным таким смельчаком за несколько веков. Почему вы решили искать покупателя в США на другом конце света? А то же он посоветовал. Вот, говорит, галереи, которые не постоят за ценой. И правда, господа Блум и Винсент даже не торговались. Имя чудесного благотворителя, конечно, осталось тайной. Разумеется. Ты узнал важную информацию. Сделку оформили быстро, Винсент уже перевел насчет музея нужную сумму. Я собиралась уходить, когда меня кликнули. Так мы, мы, говорит, торопимся, говорит, господа из Блум приедут раньше за картиной, чтобы ее купить. Мы торопились, короче, сюда. До вечера провалялись, из Блума никого нет. Так не так они сильно-то и торопились, и мы, получается, смогли не так сильно торопиться, Лоу. Лая, вы, конечно, слышите ли эти расхожие выражения «Искусство творит чудеса» или «Искусство – это машина времени». Знаете, иногда они могут быть буквальнее, чем мы себе представляем. Что вы хотите сказать? Просто мысли в слух. Удачи вам, Лая Бёрнл. Найти такси для поездки обратно не составило труда. Дорога была долгая, но без приключений. И вот я снова у нашего отеля. Вы можете сменить одежду и прическу в любое время, нажав кнопку «Гардероб». Прямо внешнему Лоу. Верхнему. О, верхнему. Телефон в дороге полностью разрядился, так что я по-прежнему не знала, как дела у сестры и Лео. И это меня тревожит. Какой Лео? Зачем тебе Лео? Надеюсь, они не подняли на ноги полицию в поисках меня. К отелю подъехала машина, и из нее вышли две знакомые фигуры. Так это Убер, да? Лео, Милли, я тут, у меня все в порядке, а вы только сейчас... Господи, что с тобой сестричка? Кошак поцарапал. Милли была растрепанная и заплаканная. Все тело и лицо в ссадинах и царапинах, кое-где запекшаяся кровь. Что, черт возьми, произошло? Лео, хоть ты не молчи. Она... Ну... Она ее забыл. Я понял, а каким голосом я его звучал, я забыл? Типа, а она ее? Или нет? Ну как бы, она тут раненая, а ты такой, она ее! Она ее... Пойдет? Да. Меня в лесу пытался убить вампир. Какой вампир? Это Кле-Ляба, это кошка. Ну все, да, на этом закончим? Так, ну историю надо поставить 4. 4? Не так сильно понравилось. 4 ставим, потому что мне не нравится эта история слева. Мужик, опять-таки, залетает в квартиру, голые деваки. И они даже сутки незнакомы. Блин, а что слева? А слева ты что? Мне кажется, дай ей выбор поцеловаться слева, она уже с ним поцеловалась 500 раз. Он мне как брат, он мне как брат. может быть я это вообще не принимаю информации это глупая нелогичная вообще зачем вообще это сделали не понимаю я вот да неплохо в принципе он удачу накинули себе целую штучку прикольно тут типа в турции типа и тут и там походу там ветку мутить придется и тут ветку мутить придется со всеми две ветки это вот вы тебе сказали что все что происходит в прошлом влияет на твое будущее то есть на отношения в прошлое отношения на отношения в будущем тебе это писать а я думал одну типа вот народ ну например как вчера то что произошло это влияет на сегодня а тут вообще настолько в прошлом даже если так нет я не был я не того выбрал до себя выбрал этого этот бы выжил или чё близко мне не понять и сказать да нет не надо пусть останется общий сюжет пусть это загадкой останется и для меня и возникла зачем я себя говорю нет слишком много спойлеришь и один будет записываться слишком много если только это и сказал это уже больших пуешь такой типа а вот если бы я другого выбрал а там по-другому короче вот мне не очень понравилось вера замут слева все остальное нормально блин прикольно лошадь появляется собака появляется и кошка за это вообще огромный лайк на самом деле персонаж я тебе смерть первого персонажа какого султана ну нормально все номер умерла не удивился такой не ну я должен был удивиться я просто не знаю сын должен ладно если ничего не того выбрал вот этого ну да был такой на просто я как бы к нормальных сюжету отношусь типа должно убить вы убили если я выбрал того кого должны были убить но тоже как бы ладно мне здесь не сильно как бы горит я же не сопереживай ему потому что этим привык я его увидел один раз и ладно чем есть это драку ладно вот и соответственно вот такую мы короче кусок мяса мы создали соответственно с вами начали серии будем так ходить ну все как-то кусок мяса мы создали с вами очень токсичная серия получился это нормально серия будет нормально хорошая штука сохранится у нас они вот это обычно бывает спасибо за просмотр обязательно поддержи канал подписывайся ставь лайк оставляй комментарии пиши как те серии как те акции я залетай в телеграмм установки печенье анонсы чат по темам подписывайся на бустера недоступ эксклюзивы и увидим с тобой в следующих сериях всем пока пока пока